Да мы это все слышали, Татьяна, уже одна и та же пластинка. Так надо новые методы искать. Новые пути ищите. Не надо на их законы ссылаться. Как сильно ты не будешь разбираться в этом болоте, оно все равно останется болотом. Никогда ты не выучишь, осознать в первую очередь надо. Волю Творца и мою волю, данную мне Творцом, никто не имеет права нарушить. Если кто-то нарушит, будет отвечать. А вот то, что по кону, это свобода выбора, свобода воли. И она дана Творцом, и никто ее не вправе нарушать. Даже сам Творец выразил свое несогласие по делу. Ты ввязалась в процесс. Берет эту ложку и начинает ее гнуть. А ты подходишь и говорит, нет, я не согласна. Ну на тогда, забирай. И ты забрала. То есть это называется конклюдентное действие. Персона найдена, участник процесса явился. Соответственно, ты входишь в процесс. Ты берешь ответственность за персону на себя. Да, ты опять эту маску примеряешь на себя. Это ловушка. Вот что происходит. Один на один. То есть вот два соучредителя, без свидетелей, без очевидцев, собрались и начали решать, что будем с нашей персоной делать. Это не моя ложка. Я за нее не отвечаю. А кто за нее отвечает? А тот, кто ее держит, кто ее выпустил, кто ее создал. УМВД, Российская Федерация. А сама себе Анна наказать не может. И уже почти вышла, и все равно она сделала попытку, чтобы я зашел в процесс. Понимаешь, как хитро? Я не ввязался в процесс. В каждом слове в ловушке, на каждом. По сути, это юридическое лицо. И два учредителя. Живой мужчина, хозяин имени Антон. И некая персона со стороны УМВД. Ходотайство могут заявлять только лица. Ты не можешь решить за вас двоих. У вас же два соучредителя. Вы должны совместно решить. Его подняли на борт, записали в судовой журнал. И ему выдали международный документ. И там ему четко прописали. Живой мужчина. Баланс есть. Равновесие есть. Согласие есть. Общее решение есть. Никто ничего не нарушил. Все довольны. Видео все видели? Ну, она не признается равно тебя, как живого человека. Она еще боится. Почему? Признала? Она признала? Вроде бы ей сказать бы это со мной. Но она боится, что ей по башке за это дадут. Она понимает, что он действительно прав. Им деваться уже некуда. Ну, они еще пока вот так. Почему не признала? Она признала меня? Ну, она же тебя называет Антона Николаевича. Не меня, не меня, а персону. Пересмотри видео. Последнее видела? Ну, решение-то она тебе же выдала. Не мне. Персону. Она на персоне выдала. На персоне она вообще ничего не должна выдавать. Обязана. Она должна была встать, как в Соединенных Штатах Америки. Я смотрела, как шел живым мужчином. Он просто-то написал, что нету здесь персона. Она так и заявила. Она так и заявила. Так она так и заявила. Разъясняю права не вам, а персоне. Так как вы не назвались персоне. Она в конце сказала, закрываем административное дело, потому что в суд не явился кто-то. Не было такого. Она не говорила такого. Почему? Я вот ее слова вешала. Не было такого. Я 20 раз пересматривал видео. Не было такого. Она не сказала, что не явился. Она сказала, раз вы не являетесь персоной. А, раз вы не являетесь. Да. Я говорю, так. Я не буду вам разъяснять. Да. Тогда я вам права разъяснять не буду. И спрашивайте, понятно ли вам, тоже не буду. То есть она не нашла персон. Вот сейчас мне комментарии написали. Вот вы играющие игры, как дураки. И удалить хотела, но не удалить. Как дураки. Мы, люди, играем в непонятные игры. Ну, я поясню, почему. Нет. Она конкретно сказала, только мы остались, слушатели. Да. Ее удалили. Он бегал-бегал, устанавливал мою персону через данные пристава, что там записано в регистрационном журнале. Мы не дураки, они просто там забежали. Попустя, и доводим, значит, к основному рассмотрению вопроса. Я как скачила, я говорю, нет, не переходим. У нас еще не прошло, я говорю, у нас стадия знакомства. Ты ввязалась в процесс. Я его остановила, потому что... Нет, ты, смотри, очень четкая грань. Есть ты, на одном берегу стоишь, а на другом берегу реки находится судья вместе с делом, и он пытается найти персону. Если ему удастся тебя перетянуть на свой берег, тогда ты ввязалась в процесс. Через любое, даже одно слово, если ты скажешь, не согласен, или у меня ходатайство, или заявление, или еще что-то. Я сказала, я не согласна. Вот ты выразил свое несогласие по делу. Ты ввязалась в процесс. Подожди, он, во-первых, выбежал устанавливать мою личность. Он выбежал. Твою или персоны? Ну, персоны мои. Я-то не показала паспорт. Вот. Я не сказала, кто я. Я сказала, я вот такая-то живая там, имя там все. Вот, он побежал, скачил. Подожди, вот тут тоже ошибка. Ты как сказала, дословно? Я сказала, что живая женщина с именем какой-то. И назвала свое имя. Я тебя его дню, да? Ну, так. Он побежал, скачил и побежал устанавливать мою личность. Он мне задал вопросы, как вы сюда проникли. Я говорю, 51-я статья. Не надо на их закон ссылаться. Он скачил и побежал устанавливать мою личность. Потом заходит в зал судебного заседания. Вот. И слышу. Он там далеко же от меня. И слышу. Надо было, знаешь, как ответить? Как вы сюда упали? Захотел. Ноги передвигал вот так вот в левую сначала, потом правую. И вот дошел до сюда. Судья должен объяснять. Он не должен был скакивать. Он не должен бежать вот как она. Она не побежала устанавливать вашу личность. Она терпеливо сидела за своим столом и вела с вами беседу. А у меня побежал. Все правильно. Ну, не побежал. Чего ты побежал туда? Вот в этот момент мне нужно было закрыть заседание. Да. Капитан покинул свое судно. Да. Вот. И закрывали судебное заседание. Это было. Да. Ну, я тоже растеряю. Я тоже первый раз. Ничего страшного. Вот. У меня же тоже с 20-го раза вещь только получилась. Вот. Поэтому. Ну, хотя у меня все было заготовлено, все написано. И бенефицар, и лицо, и не лицо, и персона. Ну, я потом это все озвучила в этом. Замечание на протокол. Когда я пришла знакомиться с моими материалами дела. Вот. Он, значит, там я написала возражение на протокол. И вот это все написала. Не установил персону, личность, там то и все. И все остальное. Вот. А когда уже... Чем у тебя дело закончилось? Вынес решение платить. В отношении персон? Да. В отношении персон. Потому что ты ввязалась в процесс, как живая. Ты, понимаешь, в деле может быть только естественным, ответчик, да? И, то есть, две каких-то стороны. Я не думала, что он подпрыгнет и побежит. Я предполагала, он как судья должен был, да, все мне его сидеть терпеливо, задавать мне вопросы. Я должна все это нормально высказать. Да. Потому что я подготовлена. Все было вот под руками. Но я вот эту шутер, я этот не ожидала, что он побежит куда-то. Ты знаешь, я позавчера ожидал, что приедет экскаватор и начнет здание сносить. Или рядом пролетит какой-нибудь истребитель и начнет стрелять в окна. Я ожидал все. Все, что угодно. Я был готов ко всему. Ну и, конечно, удивительно, что и приставов не было в зале и никого. Да. Я на тебя не боялась. Один на один. Это вообще. Тут и... Подождите, вот тут важный момент, пока не забыл. В паспорте сколько просписей? Две же? Да, одна начальника типа, одна наша. Одна неизвестного, а вторая якобы мы сами расписываемся. Так вот, в зале присутствовали вот эти две стороны. Я, как живой мужчина, соучредитель со стороны, ну, администратор персоны. А вторая сторона. А вторая сторона. А второй соучредитель. Кто вы? Кто-то со стороны ОМВД, то есть со стороны Российской Федерации расписался. Со стороны, получается, ОМВД присутствовала вот это, получается, король Елена Петровна, она представляла интересы Российской Федерации. Правильно? Со стороны ОМВД. То есть, вот два соучредителя без свидетелей, без очевидцев собрались и начали решать, что будем с нашей персоной делать. Понимаешь? Вот такая ситуация. А-а-а. Да. И она говорит, типа, ты признаешь себя этой персоной? Я говорю, нет. Типа, она, понимаешь, вот как, образно говоря, она в меня кидает какой-нибудь там ложкой, допустим. На, возьми эту ложку. Вот так подходит ко мне, говорит, дает ложку. Говорит, на, возьми эту ложку, она твоя. Я говорю, нет, не моя. Она говорит, ну, можно я тебе на плечо положу? Вот, пускай она у тебя на плече полежит. Я говорю, нет, нельзя. Она говорит, ну, хотя бы вот, она так вот, вдохни сильно, чтобы у тебя эта ложка к носу прилипла, чтобы просто повисела секундочку хотя бы. Я говорю, нет, не позволю. Это не моя ложка, я за нее не отвечаю. А кто за нее отвечает? А тот, кто ее держит. Кто ее выпустил, кто ее создал? УМВД. Российская Федерация. Да, Антон, правильно. Пока судья не нашла персону и лицо, и личность, чтобы переложить свою ответственность на него, она за все несет ответственность. Ты этого не позволил все переложить на тебя. Совершенно верно. А сама себя она наказать не может. Да, поэтому она не наказала сама себя и закрыла дело. Да, 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 да. А она же не... Она вот и ищет, чтобы переложить свое... Да, да. А так как ты ввязалась в процесс вот у тебя, ты сказала, я не согласна. То есть, ты ответила за персону. Ты позволила себе, живой женщине, участвовать в процессе. То есть, взяла на себя эту маску. Вот, представляешь, она берет эту ложку и начинает ее гнуть. А ты подходишь и говоришь, нет, я не согласна. Ну, на тогда. Забирай. И ты забрала. То есть, это называется конклюдентное действие. Он мне не сказал, на. Он сказал, я вам делаю замечание. Не перебивайте судью и выйдите из зала. Вот, он тем самым сказал, я делаю замечание участнику процесса. То есть, он под аудиопротокол произнес, что персона найдена, участник процесса явился. Он начал участвовать, он начал давать пояснение по делу. И я ему сделал замечание. Вот что происходит. Это вот надо с... Так я ему первое замечание сделала. Остановись. Тем более. Нельзя ему замечание делать. Вы на равных. Какое ты право имеешь уделать замечание? Пока ты живая. Вот вы зашли в зал. Ты заходишь, во-первых, как гость, да, по приглашению. То есть, ты на чужую территорию не проникаешь. Соответственно, вы зашли, ты у него в гостях. И ты, как гость, позволяешь себе делать ему замечание? Это неправильно. Он вообще не имеет права возбудить живого, вольного человека. Нет у него таких прав. Если ты таким являешься. А если ты залез в процесс и сам на себя берешь просто, подбегаешь к нему. Я возражаю. Это означает, вот ты выхватываешь у него эту маску и натягиваешь на себя. Это буквально вот так выглядит. И все. И он начинает зачитывать права. Он делает замечание. Все. Участник явился. Ты сама взяла эту маску, выхватила. Ты сделал ему замечание. Не трогайте мою маску. Понимаешь? Пересмотри еще раз видео с этой стороны. Что как только ты ввязываешь. Вот она мне запомнишь, в самом конце она спрашивает. У вас есть еще вопросы в рамках дела? То есть она уже вынесла постановление, оголосила его и уже почти вышла. И все равно она сделала попытку, чтобы я зашел в процесс. Ты понимаешь, как хитро? А я ей сказал, да, у меня есть вопрос по делу, но не по этому делу, а вообще по делу. То есть я вышел раз, ну в смысле не зашел. Процесс. И все. И она поняла, что смысла нет. Все. Уже все попытки исчерпаны. Ну хорошо. Я не ввязался в процесс. Хорошо. Это прямо. Ну слов нет. Да, слов нет. Там на каждом, на каждом слове в ловушке. На каждом. Даже в действии. Да, даже в действии. Сидишь, стоишь. Надо применять это, конечно. Надо применять каждому это. Как она и где зачитывала решение? На одном уровне. Я первый раз видел, чтобы вот при присутствии постамента черная мантия не встала на постамент, а на равных с этим живым человеком стояла и зачитывала какое-то Тогда почему слушатели не были? Не подпустили? Даже суды закрыты. Якобы закрыты. Да. Ага. Ну и пристав тоже. Да. И пристав не было. А там все четко, если все делать по тому, как это все устроено, я так предполагаю, то есть если являются слушатели, то они по идее должны расписаться в паспорте, правильно? Или свидетели там, или еще кто-то. Ну то есть поучаствовать в деле как-то. А если нет участников, свидетелей, то должны прийти именно те, кто учредил данную персону. По сути это юридическое лицо. И два учредителя. Живой человек, живой мужчина, хозяин имени Антон и некая персона со стороны ОМВД. Может она тоже, у нее вот кто расписывается, может у них тоже статус живых. Хорошо. Скажи мне вот вопрос у меня. Когда ты, вот ты говоришь, что ты хотел заявление сдать в этот, в канцелярию. В воле изъявления. В воле изъявления, да. Что ты в шапке пишешь от себя? Вот в шапке, что ты, как ты себя там обозначил? А я же в предыдущем видео показывал. А ну просто я не помню, я столько видео уже смотрю. Ну понятно. Коренной, там много чего написано. Коренной человек, по рождению, живой мужчина, хозяин имени Антона, хозяин собственности. Ну и короче много чего написано. Короче надо изучить вот это морское право, уже не просто прочитать. Там не только морское право. Там есть естественное право, позитивное право, когнитивное право, кайноническое право, коммерческое право, адмиралтейское право. Ну в принципе то же самое. Морское право, римское право. Видишь сколько прав? И вот допущим этот, закон единого неба, так называемый. Это по-моему естественное право или какое? Ну короче в этом... А какой штраф грозил тебе вот за вот это въезд не туда, куда надо? Мне никакое. А при Соне грозило от трех до пяти тысяч. От трех до пяти тысяч? Да. И по всем прогнозам должны были максимальные штрафы. Ну все ребята, правильным путем идем товарищи. Знаете лозунг Ленина. Значит вот таким путем нужно идти. Все они признали. И смотри, она еще спрашивала. У вас будут ходатайства в заявлении? Это очень опасный вопрос. Знаешь почему? Почему? Ходатайства могут заявлять только лица. А заявление? Это прописано даже в законах РФ. Там в любой кодекс открой. Гражданские, административные, уголовные. Там написано. Лица, участвующие в процессе, имеют право заявлять ходатайство. Да. Заявлять. А слово заявление, оно буквально означает заявью. То есть то, что находится не в этом мире, не в яви. То есть ты делаешь какой-то непонятный... Мы не постучаем догадательность? Подожди, а что тогда мы должны заявлять? Только волей земли? Воля изъяви. Из текущей действительности. Воля изъяви. Да, воля изъявления. Когда мы начинаем судиться, значит мы не пишем заявление, требования, мы пишем всегда воля изъявления. Да. И причем нельзя использовать слова прошу и требую. Потому что прошу, это просьба, она может быть отклонена без объяснения причин. А не попрошайте. А не, а изъявляю тогда? Изъявляю тогда? Слушай, есть еще слово требую. Вот я последние два года использую слово требую. И я. Позавчера я узнал, ну, четыре дня назад, что слово требую означает настоятельная просьба. То есть в принципе то же самое. То же самое. Если ты ее будешь просить, она твои просьбы будет отклонять. Ей пофиг. Любая просьба отклоняется без объяснения причин. Ну, это я в видео пояснял, что это образ вот этот. Сидит нищий на паперте и протягивает руку. Вот он просит. Ты, вот она идет мимо. Она смотрит, рука протянута. Ну, хочу, положу. Не хочу, не положу. А требования точно так же получат? А требования это вот дай денежку, дай денежку, дай денежку. Ну, требуй настоятельно. А когда ты в воле изъявляешься, я прям вот эти документы, которые были поданы до второго заседания, там я четко написал. Не прошу, не требую, не ходатайство. А в воле изъявления, а в конце пишу, на основании вышеизложенного, я хочу. А, да? Да? Хочу. Воля. А не изъявляю? Как волю проявляют? Хочу, могу, сделаю. А не изъявляю? Нет? Только я хочу. А не изъявляю не надо? Я вот это пишу, тоже не надо. Я, честно говоря, объявляю. Я хочу, я объявляю. Можно. Я объявляю. Я же говорю. Дело закрыто. Дело закрыто. Ну, объявляешь ты, нет. Кто тебе дал право закрывать дело? Ты не можешь решить за вас двоих. У вас же два соучредителя. Вы должны совместно решить. А когда ты заявляешь, что я хочу, чтобы дело было закрыто, то твою волю никто не имеет права нарушать. И при этом ты еще вот на первом заседании я заявил, что между мной и Творцом нету посредников. То есть, это не просто моя хотелка. Это еще и воля Творца частично. Согласна? Да. Вот. Соответственно, волю Творца и мою волю, данную мне Творцом, никто не имеет права нарушить. Если кто-то нарушит, будет отвечать. И, соответственно, она, чтобы не нарушить мою волю, вынуждена закрыть дело. Во как все устроено. Там говорят, нужно писать в третьем лице. Мы. Кто говорит? Ну, где-то я читала там, что когда заявление пишет. Вот кто говорит, пускай и пояснит, почему так надо. Если коллективный, мы. Я считаю, это неправильно, потому что, ну, как я могу за кого-то отвечать? Мы, это значит, я и еще кто-то. Нет, они объясняют все, что у нас очень много. Вот этих ННС, НИЛС, паспорт, все это мы подбираться. И мы, мы, вот это это мы. Так это значит, что, как, ну, это значит, ты, если ты говоришь мы, значит. Да подождите, не перебивайте. Если ты говоришь мы, значит, ты говоришь не только за себя, но и за свои персоны. Соответственно, ты входишь в процесс. Ты берешь ответственность за персону на себя. Да, ты опять эту маску примеряешь на себя. Это ловушка. Ни в коем случае эту маску нельзя приближать к себе. Ее надо там останавливать, на ее стороне. Стоп, это не я. Слушатели почти не участвуют в процессе. Они участвуют своим слухом. Все. Нет. Я их написала, знаешь, как наблюдатели за судебным процессом. Когда я судилась вот с этим Корякиным. Я написала акт. И акт подписали. Я их всех слушателей обозвала. Свидетели. Свидетели. Нет, нет, нет. Наблюдатели за судебным процессом. Я слышал такой прием, что когда после заседания люди просто выходят и составляют свой протокол письменный, свои показания свидетельские. И вот эти люди, которые присутствовали, слушали, они все эти документы подписывают и приобщают к материалам дела. Ну, это длинный путь. Это путь Ирефии. Это болото вот этой Ирефии. Туда и затягивают постоянно. Да. Как сильно ты не будешь разбираться в этом болоте, оно все равно останется болото. Все. Я рада за то, что мы, в ИТ прошел этот путь. Тернистый путь, Антон. Очень много времени. Все получилось у тебя. Наработки для нас уже есть. Теперь нам только нужно самообразоваться. Опять почитать про вот эти все морские и всякие... Как их обозначить? Да. Главное не вы теперь начать. Ну, а 90-го года. Теперь главное, чтобы там не растеряться, ребята. Не растеряться. Выучить это все наизусть, как таблицу умножения. Никогда ты не выучишь. Осознать в первую очередь надо. Осознать и не растеряться. Потому что они учатся на это, ребят, в 5 лет. А мы учимся это вот по примерам, по каким-то там изданиям, по интернету, что там нам лекции какие-то читают. Поэтому... Есть ГПК, лазейка для них по упрощенному производству. Без вызова сторон. Там четко написано. По добровольному согласию сторон. Согласию. А ты согласия не давала. Да, но они присылают уже определение. Задним числом оформляют. И люди не успевают. Да я в курсе, в курсе. Не успевают вот это все отправить. Вот что сейчас у меня идет. Сейчас вот эта вот заваруха с фондом капитального. Пиши воля зеления. Я хочу... Я вам свое... Написала. Нет. Пол. Что ты написал? Ну... Что ты написал? Я много чего написал. Шапка. Как называется документ? Волю изъявлений. А что написала в требовательной части? Как они называются? Вопросительной. Прошу, требую. Пиши новое. Я хочу. Не, изъявляю я написала. По-моему. Последний раз, по-моему, изъявляю. Да что такое изъявляю? Волю свою изъявляю. Так и пиши. Волю свою. Проявляю свою волю. Я просто пишу. Чем проще, тем лучше. Я хочу. Все. Вот моя воля. То, что это воля, написано в самой шапке. Воля изъявлений. Воля изъявия. Из действительного мира. Из существующего. Типа у РФ сейчас заявительная форма. То есть, ты заявил, они должны на это среагировать. А не заявил, значит, под одну... Так вот, в том-то и дело, что они заявляют, что я решил провести без вас, типа, в упрощенке. А все молчат. Молчай же, значит, согласен. Вот. Тут же надо писать воля изъявления. Я хочу... Да, там сроки пропущены. Там вот это, как ты говоришь, что дерьма это. Затащили вот это. Попробуй сейчас это все восстановить. Вот смотри. Я не объявляю. Я хочу. Вот это. Да. Желание женщины – это закон, да? Я хочу. Да. Желание женщины – это закон. Вот тебе подсказка. А, желание женщины? Да. Да. Как написать? Кто... Желание. Кто против... Хорошие мысли. Мы же рожаем. Как говорится, женщины рожаем. Всех. Мужчин и женщин. Да? Я хочу. Я не объявляю, а я хочу. Да. Чего бы выражали, если бы ничего не зачинали. Скажи, мало ли что ты хочешь. Мы в другую сторону не будем такие ситуации смотреть. Только в свою сторону. Я хочу. Я могу. Я сделаю. Они меня лично уже достали. Все эти же КСА. Не только теперь. КСА. Она вся Россия битом. КСА. КСА. Не сдохнет. Не сдохнет. Нет, не сдохнет. Наоборот, просветет. Не сдохнет. Морское право и римское право. Как только научитесь говорить, я хочу, я могу. Мы с людьми, а в СССР мы были все живыми. У меня, вон, есть документы. Татьяна, ну, это, прекращай. А что прекращай, когда это действительно так? Да мы это все слышали. Татьяна, уже одна и та же пластинка. Так надо новые методы искать. Методы другие нужно искать. Новые пути ищите. Как говорят, знаете, со своим уставом чужой монастырь не лезьте. Вот на этой территории создали такие законы. Создали вот это. Это пришла группа лиц, которая создала свой устав. У них есть устав. Будь любезна. Подчиняйся тому. А почему они со своим уставом приперлись к нам? Да потому что ты позволила припереться им на эту территорию. Да, ты позволила. Поэтому ты должна по их правилам работать. Поколение перед нами. Давайте это. По процессу есть вопрос еще? По процессу нет пока. Все нормально. Мы будем изучать, еще раз пересматривать. Потому что с одного раза что-то не запомнили, что-то пропустили. Потому что эйфория, счастье, радость. Надо еще раз, раз несколько посмотреть. Надо обучаться. Посмотреть, карандашик взять. Все записать. На ус намотать. И делать так, как нужно делать. Другого метода у нас пока сейчас защититься нет. Вот этот метод, благодаря которому мы можем защитить сами себя. Все, все, не вызывают. Это уже другая история. Это будет другая история. Нет, это только работает со сознанием. Вот. Поэтому, да. По-другому она работать не будет. Да, поэтому... Поэтому это не для всех. Не для... Ну, для меня это уже... Я уже начала пытаюсь, начала применять. Разве вы хотите с нами разговаривать во лучший итог? Вот. У нас еще Зоя Ивановна это применила еще. Когда она и применила, я тогда не понимала, что она сделала. У нас судья показала все. Паспорт свой, удостоверение. Разрешила снимать на видео. Да, Юрий Николаевич снимал все на видео. Но она сказала, садись рядом со мной. Но не меня снимает судья. Это в каком году? Ой, ну... Когда, Зоя Ивановна, когда жила? Наверное, тут вот где. Два года назад? Нет, нет, не больше. Шесть-семь лет память, наверное. Так она заявилась живой женщиной? Да. Но я не помню, как она заявилась. Она не... Так а где видео? На какое видео? Видео было у Юрия Николаевича. Я не знаю, она взяла эту кассету. Так а где оно? Это вот у Юрия Николаевича. И когда мы вот это только увидели, во-первых, она не села. Во-вторых, она потребовала у суди документы. Судья принесла. И когда я эту судью сейчас вижу, я говорю, вы знаете, вы для нас пример. Мы всегда, говорю, вас ставим в пример. Вот как у нас прошло судебное заседание. Вот, что то-то, то-то, то-то. Все бы запросили в управляющей компании. Судья пошла. Все документы, что запросила Зоя Ивановна. Все буквально там вот так вот. Юристу от управляющей компании плохо стало. Судья вынесла какие-то таблетки. Что, ну, сделали перерыв. Парню плохо стало. Вот. А потом, значит, перенесли судебное заседание. Все закрыли пока на сегодня. И на следующее заседание пришла другая девушка. Вот. Ну, факт тот, что мы тогда вот эту тему живых мы не знали. Ну, как-то как. Знаете, как слышал звон, да не знаешь, где он. А теперь, когда вот, ну, я посмотрела несколько видео, там, вот это все, все, все. Я когда уже начала все это на себя это все откладывать, я вспомнила этот судебный процесс. Я говорю, Зоя Ивановна, какая ты молодец. Ты была у нас первая пионерка вот в этом, по этой дороге. Понимаете? Ну, она, потом у нее было второе заседание. Так она выиграла или нет? Нет. Потом было второе заседание. Ну, она, может быть, какие-то там недочеты у нее были. Она ж только училась же, понимаешь-то. Где-то ошибки. Ты же тоже говоришь, что ты с какого-то раза вот только-только. Да. Поэтому это первые шаги были пробные. А потом было второе заседание. Подожди. Слухай. Вопрос. У тебя сколько процессов всего было? Вот именно заседаний, так называемые. Сколько раз ты заходила в зал? Всего? За всю жизнь? Нет, за всю жизнь я заходила три раза. Всего три раза? Да. А сколько дел ты выиграла? Ни одного. Ни одного? Там отписку дает. А у тебя сколько дел было? А я вообще не знаю, сколько у меня дел. Вот у нее много вроде как. Ни разу не выиграла? С администрации я выиграла, что я договор насчет клиники выиграла. В суде? Да. Ну, там адвокаты выиграли. Адвокаты, не ты? Нет, конечно. Адвокаты. У тебя сколько раз ты в зал заходил? Два раза? Да. Ничего пока еще решения нет. По ним. Все в процессе. То есть, насколько я знаю, те, кто не обращался к адвокатам, у них шансов почти ноль выиграть. Я согласна. Здесь я сам пошел без всяких консультантов, без всяких адвокатов, без всяких юристов. Сам, самостоятельно все сделал. И я сам удивился, что это все сработало. И мы удивились. Я думаю, весь мир удивился. Потому что 2000 просмотров за сутки. Вообще. ККС написала 15 жалоб. Вот к этому вопросу, что я сужусь по фондам капитального ремонта. 15 жалоб в ККС написала. И 5 жалоб в Следственный комитет. Они мне даже присылают мои жалобы вместе с моим конвертом. Вы понимаете? Я их опять запечатываю и опять назад отправляю. Я говорю, дядька, ты не прав. Перевести тебя на русский язык. На действительный язык. Что с действительностью происходит? Что? Ты протянула руку. Там ты что писала? Прошу или требую? Правильно? Требую, да. Ты вот идешь, вот они, получается, находятся на своих рабочих местах. Образно это так выглядит. Ты приходишь к ним, вот так каждого за плечо. Дайте, 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 дайте. Ну, они что здесь делают? Им как-то надо реагировать. Чтоб ты отстала. Правильно? Ну, что это такое? Вот они обратно вот эту твою просьбу настоятельную и завернули. Короче, откуда это, вот это я хочу взялось? Почему именно волю надо проявлять? Да потому что творец самый главный, не самый главный, первый кон какой-то, я забыл. Короче, кон свободы воли, это второй кон, данный творцом. Кон, он выше закона. Он так и называется, за оконом, то есть снаружи кона. А вот то, что по кону, это свобода выбора, свобода воли. И она дана творцом, и никто ее не вправе нарушать. Даже сам творец. Понимаешь? Соответственно, если ты хочешь, чтобы что-то случилось для тебя, ты должна правильно проявить свою волю. То есть буквально конкретно сказать, я хочу то-то, то-то. И вот когда ты это говоришь, ты тем самым проявляешь свою волю. И твою волю никто не вправе нарушить. Вот как это, король Елена Петровна. Я поставил видеокамеру в двух метрах от нее. Она говорит, вы нарушаете мое личное пространство. То есть она выключила, она сняла маску должностного лица. Ну так получилось. Среагировала женщина, не выдержала. Она сняла маску и сказала, вы нарушаете мое личное пространство. Да. И я ее почему не спросил. Вы же, говорю, должностное лицо. Какое личное пространство, о чем вы говорите? И когда она сказала, типа, оставьте чуть подальше, я убрал. То есть я не стал, я прекрасно понимал, осознавал, что происходит. Она выразила свою волю. Вы нарушаете мое личное пространство. То есть какой-то кон жизненный, важный, возможно, нарушает. Я, естественно, отставил и выполнил это, соблел это, правила кона. То есть я не нарушил ее волю. Но при этом сделал то, что хотел. Ну, для меня это не критично, вот это расстояние, там сколько, на 20 сантиметров я отставил. А для нее критично. Хорошо, я пошел на компромисс, я отставил на 20 сантиметров, все. И ее свободу воли я не нарушил. И она мою свободу воли не нарушила. Баланс есть. Равновесие есть, согласие есть. Общее решение есть. Никто ничего не нарушил, все довольны. Справедливость. Скажи, пожалуйста, а где ты это все читал, брал? Как ты до этого дошел сам? Какую литературу читал? На каких видео ты этим учился? Ты же все равно откуда-то это взял? Не просто так вот, вот так вот тебя осенило ночью. Но где ты читал, где ты брал эту информацию? И то, и другое, и третье, и десятое, и сотое. И с людьми общаюсь, и видео смотрю, и статьи читаю. Книги я почти не... В своей жизни я максимум десять книжек прочитал. Поэтому я абсолютно не начитанный. Могу ли я предположить, что судьи учат этому в институте? Вот этому процессу, который должен... Обязательно. Есть учебники по римскому... Все прекрасно понимают и знают. Да. Есть учебники по римскому праву. Ты не в курсе, что ли? Нет. Им обязательно... Подожди, вот почему я это спросила. Потому что у меня знакомая, очень хорошая знакомая, родственница, она закончила юридический институт. И когда я ей рассказываю о вот этих заседаниях судов, о римском праве... Подожди. Римское право им преподают? Мне многие об этом говорили. Ну просто когда они учатся, это одно, сдавать экзамены. А потом они еще учатся. А я давно предположил, что скорее всего вот этот коронакризис из-за того и наступил. Ну может совпадение, может нет. Но я предполагаю, что всех судей специально куда-то отправляли, я не знаю, возможно в Швейцарию, возможно там в Москву, еще куда-то, на переобучение. Чтобы они научились общаться с живыми. Чтобы они научились ловить их на каждом условии. Это вот прям четко слышно у каждого судья. У них одни и те же методы. Дата рождения, фамилия, имя, отчество. Вы желаете заявить хататайство, заявление. И все-все-все, одно и то же. Причем вроде бы одна ловушка, они ее разбивают. Да. Фамилия, а потом спрашивают имя, отчество. Да, импровизируют. Это мое было, у меня в колокольчик. Да, да, да. Все с фамилией, потом имя, отчество. А в 19-м году юристов, адвокатов, судей в Москве собирались в октябре или в ноябре? В 19-м году? Да нет, они периодически ездят на переэкзаменовку. Не зря же этот Шувалов, мэр города Сургута, после якобы болезни коронакризисом, появился на экранах и загорел. Все удивились. А как это он в больничке загорел? Наверное. Одно единственное, что я вот заметила, что вот она, когда засчитывала свой так называемый приговор, она уже стояла не на корабле, вот в этом, за столом, это же ее корабль, а она спустила, значит, получается, с корабля и стояла уже на суше, так? Ну, возможно. Я, по-моему, тебе сбрасывала один ролик, где там мужчина тоже было в судебное заседание, и он стоял перед судьей, вот здесь вот это самое. Неважно, и что? И он говорит, спасите меня, говорит, я тону, я тону, спасите меня. А сзади группа поддержки мужчины говорит, судья, капитан корабля, вы спасите, он же тонет, его нужно спасти. Так это мой ролик. Твой ролик? Да, мне это прислали. Да? Да, мужчины. Вот это я не пойму, от чего нужно было его спасать, если мы вообще-то находимся на суше, мы находимся на континенте. Она на корабле, и после того, как, значит, я захочу, я вступлю на ее корабль. Если я не захочу, я буду стоять тут и не садиться, и буду стоять на земле. Ты вообще корни знаешь, откуда появилось понятие темы живых? Что нас всех юридически умертвили, утопили в море буквально. Они там это описывают, как, типа, первый раз умертвили юридически, когда, типа, извод около плодных вышли, а потом что-то там... Три раза нас утопили. Да, 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 но я не помню, там что-то такое. Вот, отсюда морской право. И, по сути, вот с этой даты смерти, что она у всех одинаковая, и ты почему-то с задним числом 1899 год, соответственно, все юридически плавают в море и считаются потерявшимися без вести или утонувшими. Да, нет, я почему-то говорю, я не понимаю. Подождите, подождите, смысл в чем? В том, что вот то имущество, которое есть на планете Земля, у него должен быть хозяин. А если хозяин потерялся в море или утонул, то за него могут вести дела, если он в течение семи лет не объявился живым. Ну, это все вот по словам, да. Ну, да, да, это делает человек. Я считала его... А тут появляется живой мужчина и тут же заявляет, я тону, спасите меня. По всем, я читал эти, процедуру спасения на воде, капитан обязан занести в судовой журнал время, вызвать вахтенного, они должны бросить спасательный круг, если он рядом, собрать бригаду, то есть там медик, ну, какие-то еще два человека, матроса, короче, на лодке подплыть, забрать его на борт, после этого поднять флаг на шлюпке. На корабле тоже определенный флаг поднимается, и когда они его доставляют, они обязаны занести в судовой журнал, что тогда-то там даже такой-то живой мужчина с именем таким-то, выдать ему справку, что он и тогда-то выловлен, и вот это всю процедуру. Понятно, то есть, если бы она его спасла, то она признала бы его живым человеком. Нет, если бы она его спасла, она обязана была бы это все зафиксировать и в журнале, и выдать документ. Да, да, да. Новый документ, понимаешь? Офигеть. Да, поэтому они избегают. Им проще, а есть уголовная статья, оставление там 370-е, что ли, в уголовном кодексе Российской Федерации, во всех уголовных кодексах всего мира есть одна отдельная конкретная статья. А когда, я не помню, как называется, когда капитан не спасает утопающего, это уголовная статья отдельная есть. То есть, тот, кто отказался спасать утопающего и в роли капитана, они преступники. Им проще пойти на преступление, чем выдать документ живого мужчины. Ты не знала, как они спасают, я даже не в курсе. Я же, два года назад, я общался с человеком, с несколькими человеками, которым удалось, так получилось, они реально тонули, их реально вылавливали. Ну, так случилось, что вот он говорит, забор где-то выпал, его этот корабль выловил, его подняли на борт, записали в судовой журнал, и ему выдали международный документ. Это круче нотариуса, короче. Капитан, заверивший документы, это нотариальный документ, который не требует доказательств. И там ему четко прописали. Живой мужчина. Выловлен, живой мужчина. А можно мы с корабля прыгнем и будем кричать, тану, тану, и капитан нас будет спасать? Ну, рыбь мне же выдает, вон, у нас справочки, она доверяет специальное иммунение, что ты находишься в живых на территории. Значит, живым человеком на территории Российской Федерации. Кто выдает? Кто? Нотариусы. Нотариусы? Есть такое, да. Там факт нахождения. Там факт нахождения. А тут, а тут документ международный, не ИРФовский, а международный. Он сильный. Ну, я поняла, я тебя слушаю. И не просто, что находится в живых, а что выловлен из моря, из воды выловлен. Подает в суды от некой компании богатырев, энд-партнеры, юридической компании. Не на людей, а на персон. Ну, не придирайся, давай не придирайся. Потом отрегулируй. Ты мне потом спасибо скажешь и благодарствуй. Хорошо, напишу. Если в суде, так называемом суде, тебе удастся сделать так, чтобы на тебя не смогли навесить персоны. У меня уже по упрощенке. Уже никак не удастся. Все, я уже... Удастся. У меня тоже... Так, смотри, дальше, подожди. Ты не слышишь. Я хочу, я хочу, чтобы в интернете... С такой злостью вы никогда ничего не добьетесь. Я не злюсь, но я хочу справедливость истину находить. Как ты не злишься, если ты начинаешь прям агрессию? Нет, не агрессию, мне так, эмоционально. Причем на меня направляешь. Она любит тебя. Да. Это просто... Ты рядом, ты поближе. Вы говорите, воевать будем, бороться будем. Не должно быть никакой борьбы. Электронной почтой, электронной почтой. Ой, опять не слышите. Ничего не слышите. А может, им этого не надо? Низинували вопрос? Нет, такой. Да я всегда так говорю. Если я туда не буду ходить... Туда не буду ходить. Куда, туда. ВПТС уже проходили 10 лет тому назад уже. Да я тоже хожу, но я хожу без злости. Так мы тоже ходим. Мы тоже, я прихожу. Ты без злости ходишь? Конечно, я прихожу. А гер-офицер? А воевать будем? Нет. Это что такое? Гер-офицер это, конечно, стюм. Это стюм. Так в том-то и дело. Подожди, Антон. А стебутся над кем? Подожди, давайте, пока. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»